Всем привет! Приветствую вас на канале Military Model и сегодня я буду продолжать сборку британского трехосного грузовика Leiland Retriever. Итак, начинаю сборку с постройки блока двигателя. Здесь конструкция двигателя достаточно интересная. Видно, что нижние и верхние части разделены. Верхняя часть, вероятнее всего, с рубашкой охлаждения для цилиндров была немножко отделена от нижнего блока. В которой располагался коленвал и, вероятно, всего там находилось масло для смазки самого коленвала. И между этими двумя блоками, хоть это и была одна конструкция, просматривается небольшой зазор, в который видно профиль самих цилиндров. Итак, пока идет монотонная сборка, немножко поговорю. Пока готовился к сборке, смотрел различные фотографии, искал прототипы. Нашел множество фотографий в сети и вот несколько продемонстрирую вам. Угадайте, какой из этих грузовиков не является Leiland Retriever? Можете ставить на паузу, можете загуглить, а можете просто пропустить данный фрагмент видео. Итак, после лирического отступления скажу то, что в середине 30-х годов британцы начали разрабатывать и создавать трехосные бескапотные автомобили с грузоподъемностью в три тонны, которые бы служили подвижной базой для армейских и инженерных нужд армии. Также они должны были компоноваться различными настройками для различных нужд армии. Эти грузовики должны были иметь одинаковую колью и устанавливались на них 20-дюймовые колеса. Важным критерием было то, что автомобили должны быть без капотной компоновки и открытая тентованная кабина без окон и дверей. Между водительственным и пассажирским сиденьем в данных кабинах размещался бы двигатель. Сейчас собираю блок сцепления. В отличие от других автомобилей, которые я собирал, он здесь достаточно внушительных размеров и значительно превосходит размер самого двигателя. А коробка передач, которую буду собирать немножко позже, в отличие от немецких автомобилей, имеет небольшой размер. Не знаю, что за подход. Вероятно, количество передач, либо может быть какие-то компоновки. Хотя по количеству передач я загнул. Автомобили были плюс-минус с одинаковым количеством передач, но немецкие имели пониженную передачу. Возможно, наличие этих пониженных передач и увеличивало объем блока коробки передач. Итак, если вы не угадали, на этих фотографиях не было Лайланда Ратривера. Автомобили были очень сильно между собой похожи. И, скажем так, как с набором германских трехосных грузовиков. Я до покупки набора не знал, что у Германии есть такая программа по созданию стандартизированных грузовиков. По всей видимости, и до покупки этого грузовика я не знал, что у британцев также была такая программа создания стандартизированных трехтонных грузовиков. Вот тот случай, когда покупка очередной коробки заставила что-то почитать и узнать новое. Итак, в 30-е годы Британия создает серию похожих стандартизированных трехосных трехтонных грузовиков. Среди них были такие яркие представители, как бескапотный грузовик Carrier CK-6 с 80-сильным мотором. Это был один из первых трехосных трехтонных грузовиков. И выпускался он в 1933 году. Скажем так, еще задолго до войны британцы уже планировали создание такой вот военной транспортной техники. Далее, таким тоже интересным представителем был грузовик Crossley. На фотографии была модель IGL-8. На ней стоял четырехцилиндровый мотор 75-сильный с двухступечатым редуктором коробки передач и механическим приводом тормозов среднего моста. На этом же семонтировали как бортовые кузова, так и различные инженерные оснащения, в том числе экраны и прожекторы, и электроустановки, генераторы. Следующий представитель этого трехосного семейства – грузовик AEC Marshall, который производился в 1936-1940 годах. Компания AEC Associated Equipment Company играла важную роль в создании трехосных трехтонных грузовиков. Данная модель Marshall с 70-сильным двигателем и открытой кабиной без дверей была ярким представителем данной серии грузовиков. На данные, скажем так, шасси устанавливались различные фургоны для радиостанций, инженерные патоны и даже были варианты передвижных цирков. Следующий представитель – это грузовик Tartar W.O. или W.O.F., который производился в 1938-1941 годах. В конце 30-х годов одним из популярных трехосных грузовиков были грузовики модели Tartar W.O.F. Фирмы Tornicroft с верхнеклапанным двигателем и мощностью 74 л.с., двухступенчатым редуктором, приводом тормозов и кабиной с откидным тентовым верхом. На данные грузовики зачастую устанавливались ремонтно-эвакуационные текачи и различные инженерные оснащения. Можно сказать, предпоследний представитель этого автомобиля – Albion BY3 – служил базой для полевых госпиталей и имел стабилизатор для открытого кузова на стоянке. Итак, блок двигателя, трансмиссии и сцепления собраны. После сборки крупных узлов навешиваю различную мелочевку. Двигатели очень хорошо деталированы. В целом у ICM и также на данной машине видим неплохую детализацию. Очень хорошо отлиты различные имитации болтовых соединений. И прочие мелочевки, как то различные ребра на деталях, которые выполняют, скорее всего, роль как то радиаторы, так и различные мелкие крышечки, заправные отверстия, лечки для заправки двигателя маслом или, наверное, охлаждающими жидкостями. В принципе, блок двигателя собран. Остается дело за малым – соединить таких два крупных узла, как двигатель и коробка передач. В целом грузовик бескапотной компоновки я собираю впервые. И, скажем, размещение различных элементов, даже как в дальнейшем будет установлен рычаг для коробки передач, ну, в целом, не собирать в новизну и достаточно интересно. Что касательно грузовиков, заметил такую тенденцию, что выхлопная труба у грузовиков находилась с противоположной стороны от водителя. В немецких автомобилях она была зачастую по правую сторону, так как руль находился слева. А вот в британце, который был праворульным, патрубки выхлопной системы уходили вправо. Возможно, такая вот конструкция, или, может быть, это лично мое наблюдение, служила для того, что при повреждении выхлопной системы выхлопные газы не мешали бы обзору за дорогой для водителя. В целом, и бескапотная компоновка, наверное, помогала в обзоре, так как водитель находился на переднем крае грузовика и, грубо говоря, видел передние габариты автомобиля. Может быть, соседство с двигателем было не совсем приятным соседством. Во-первых, это и лишние шумы, и теплоотделение у двигателя в жаркие летние деньки, а также в жарких климатах, поскольку данный автомобиль, насколько мне известно, принимал участие в африканской компании, то наличие такого вот, скажем, горячего друга под боком не самый лучший вариант для рабочих дней обычного военного водителя. Итак, прочь лирику, вернемся к сборке. Если среди моих зрителей есть новички, то не подумайте, что сборка настолько быстрый процесс, как происходит на видео. Несмотря на то, что в данном наборе, по всей видимости, пресс-формы достаточно нового и неплохого качества, все равно на большинстве деталей встречается не то чтобы облой, но видны следы соединения пресс-форм. И следует внимательно обрабатывать детали, чтобы такие вещи не бросались в глаза. Порой даже на профессионально выполненных с точки зрения краски моделях, которые можно даже издали перепутать с реальным образцом военной техники, можно заметить след от стыка пресс-форм, что в целом очень плохо сказывается на общее восприятие моделей. Так как мои модели далеко от профессиональных, то, скажем так, такой нюанс еще усугубит картину. В принципе, как вы заметили, пользуюсь текучим клеем, открыл его для себя относительно недавно, но он достаточно просто в использовании. Детали зачастую подгоняются на сухую. Как сейчас будете видеть, соединения двух крупных деталей, таких как двигатель и коробка передач, соединяются, притираются, а потом после фиксации руками можно пройтись немножко по стыкам, и клей заполнит все необходимые ему ниши. Клей высыхает, не оставляет каких-либо потеков, но стоит также нормально подходить к процессу оклеивания, не заливать таки клеем, а немножко как бы прокапывать. Излишки клея лучше удалить над самой баночкой, потому что все-таки если перепорщить клеем, то различная мелочевка, такая как в данном случае имитация болтов, может пострадать при излишках клея. Зачастую, как вы заметили мои рассуждения, вначале я стараюсь собирать более крупные узлы, а потом уже наклеивать мелочевку, поскольку в очередной раз повторюсь, что при склеивании больших деталей иногда приходится склеивать их с применением какой, скажем так, силы. Может быть это различные скрепки, стяжки, резинки, может быть это даже прижимание деталей какими-то более тяжелыми элементами, такими как книжки, или даже у кого завалялся блин от гантели. Поэтому наличие мелочевки может помешать такому методу склеивания, а вот после того, как крупные детали склеиваются, можно и навешать на них мелочевку. Сейчас устанавливается очень интересный элемент, по всей видимости это, что значит по всей видимости, это рычаг для коробки передач, который выведен с самой коробки на переднюю часть кабины, для того, чтобы водитель мог переключать передачи. Вот допустим, в немецких машинах такого мы не встречали. Вот так, пока подсыхают элементы двигателя, примусь за работу с кузовом. Приклеиваю вот такой вот элемент крепежа кузова на раму. Это по всей видимости продольная балка, которая несла как и нагрузку, так и служила тем, что поднимала немножко двигатель над уровнем колес. Данные балки спозиционировать достаточно просто, поскольку в передней и задней части кузова присутствуют выпуклости, а на самих балках есть продольные выступы, которые в данной базе становятся. Главное не промахнуться с углом наклона, чтобы они не были завалены вовнутрь, вправо, влево, либо как параллелограмм не завалились на одну сторону. Благо в этом нам помогут такие перемычки. Главное приклеить их пока еще элементы кузова и данных несущих балок плотно не склеились. То есть только приложили балки, можно сразу ставить перемычки. Перемычки, как я говорил, помогут правильно спозиционировать данные элементы. Главное не перепутать. В данной модели есть четыре одинаковых перемычки и одна перемычка с выступами для установки в заднюю часть рамы. То есть сам кузов будет позиционироваться за счет двух выступов на передней стенке кузова и за счет выступов на предпоследнем вот таком вот поперечном крепеже. Он в отличие от четырех остальных чуть-чуть ниже высотой, а место на кузове не имеет паза. То есть промахнуться можно, но достаточно тяжело это сделать. Итак, после проведенных работ имеем следующий вариант. Далее рама пойдет в окраску. А на сегодня на этом все. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, жмите «Нравится», подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok